Вести, я Николай Долгачёв, главная тема выпуска. Бои в Донбассе, последние данные из региона. По улицам городов украинские силовики бьют из артиллерии около 100 раненых среди мирных жителей. Опасный вирус на Дальнем Востоке. В Южной Корее умирают люди. Какая профилактика в российском Приморье? Приднестровье в блокаде. Сегодня, чтобы увидеть хотя бы одну фуру на парковке, надо подождать полдня. Дмитрий Хрусталёв из республики, которую украинские власти пытаются задушить. Отсюда дадится километров 70, не больше. И ещё, зачем Пентагон разослал посылки с сибирской язвой по всему миру? Почему Перми затопило водой и как Голобогорские острова оказались в дыму? В Приморье медики опасаются крайне опасного вируса, который быстро распространился в Южной Корее и уже вышел за её пределы. Речь идёт о заболевании МЕРС, из-за которого в Сеуле уже умерли два человека, большое количество инфицированных. В связи со вспышкой эпидемии около 7 тысяч туристов пересмотрели свои планы и отказались от поездки в Южную Корею, где сейчас проводятся карантинные меры. Закрыты сотни школ. В Приморье медики следят за эпидемиологической обстановкой и предупреждают, что вирус распространяется очень быстро. Первичный симптом трудности с дыханием при повышенной температуре. Важно вовремя обратиться к врачу. В Донецке большие потери среди мирного населения. За сутки в результате ударов украинской артиллерии 20 погибших, более 100 раненых. Эти цифры не окончательные. С места событий передаёт наш корреспондент Алексей Баранов. Ночь в Донецке прошла относительно спокойно. Здесь, в центре столицы ДНР, звуков разрывов слышно не было. И этот факт говорит о том, что вооружённым силам ДНР удалось удержать ситуацию под контролем и не поддаться на провокации украинских военных. В больницах Донецка по-прежнему остаются десятки раненых. Всем, кому это было необходимо, сделали операции. Их жизни сейчас ничего не угрожает. Напомню, накануне столица ДНР подверглась массированному обстрелу украинской крупнокалиберной артиллерией. По уточнённым данным, погибли 19 человек. Не менее 90 были ранены. Наиболее ожесточённым ударом, помимо Донецка, подверглись Широкина, Горловка, Спартак и Енакиева. Следует отметить, что Министерство обороны ДНР на протяжении последних недель практически ежедневно, ссылаясь на данные собственной военной разведки, информировало ОБСЕ и весь мир о том, что в нарушении минских договорённостей вооружённые силы Украины стягивают к линии разграничения тяжёлую артиллерию и бронетехнику. Озвучивали конкретно населённые пункты и количество расположенных там нарушений минских договорённостей украинских вооружённых, вооружений и военной техники. Предупреждали о формировании Киевом большого количества диверсионных подразделений и подготовке масштабной провокации с целью обвинения ДНР в срывы минских договорённостей. К сожалению, ни передача всех этих сведений наблюдателям ОБСЕ, ни открытые призывы к киевским наставникам на Западе ни к чему не привели. Ополченцы ответный огонь не открывали, проводили лишь оборонительные мероприятия. А вот в Марьинке, судя по данным разведки ДНР, украинские военные и вовсе осуществили детально спланированную провокацию. Украинские силовики с позиций соседней Красногоровки сначала открыли огонь по нашим позициям, а после по позициям ВСУ в Марьинке. Якобы в ответ на эти обстрелы украинская артиллерия под контрольной частью Марьинки открыла массированный артиллерийский огонь по нашим позициям на окраине Донецка. Вскоре к ней присоединились и артиллерия ВСУ, находящаяся в Красногоровке. В результате позиций наших вооруженных сил на окраине Донецка оказались под перекрестным артиллерийским огнем. Разведка ДНР сообщает, что под прикрытием этого массированного обстрела украинские военные перебросили в Марьинку и Красногоровку две танковые роты и около 300 военнослужащих. Несмотря на столь вопиющие факты нарушения Украиной минских соглашений, ДНР наступательных действий не планирует, как и не собирается возвращать на прежние позиции отведенную, согласно договоренностям, тяжелую артиллерию и бронетехнику. Алексей Баранов, Андрей Руденко, Олег Головчанский, Олег Бондаренко и Евгений Тарасов. Вести Донбасс. На Украине вступил в силу закон, который запрещает показ российских сериалов. В черном списке теперь все картины, в которых есть советские милиционеры, или российская полиция, или наши военные, пусть даже на второстепенных ролях. Но показывать ведь что-то надо, и украинские каналы занимаются теперь перемонтажом фильмов или стыдливо замазывают некоторые кадры. Выглядит это откровенно глупо, особенно когда в принципе понятно, что именно пытаются спрятать. Это активно комментируют в интернете. Вот слова известного украинского блогера. А у этих вот гасконцев вроде бы как на спине что-то замазано. Россия под запретом. Ее просто не существует, да и все. Украина усиливает блокаду Приднестровья, не пропускает туда даже медикаменты. Положение у Приднестровья тяжелое. Это понятно, если просто взглянуть на карту. Республика растянулась тонкой полосой вдоль берега Днестра и не имеет выхода к морю. С запада Молдавия из-за конфликта, с которой республика в начале 90-х объявила о независимости. С востока Украина. Одесская область, где теперь губернаторствует Саакашвили. Через восточную границу в регион доставляли основные товары. Туда же выходила продукция республики. Сейчас Украина вместе с Молдавией сделала ставку на удушение Тирасполя. Из Приднестровья репортаж Дмитрия Хрусталева. Из Тирасполя до границы с Украиной доезжаем за 20 минут. Дорога почти пустая. Пункт пропуска Первомайск. Ни людей, ни машин. Еще полгода назад места на парковке для большегрузных машин просто не хватало. Сегодня, чтобы увидеть хотя бы одну фуру на парковке, надо подождать полдня. Почти все машины идут пустые. Товарооборот упал до нуля, как и пассажиропоток. Пропускает только женщин и детей. Мужчин не моложе 60. Тирасполя и Одесса это было одно. А сейчас очень жалко. Очень жалко, что вот это все неправильное. Могу пожелать только мудрости правительству. Нейтральная полоса Приднестровско-Украинской границы. Отсюда до Одессы километров 70, не больше. В летние месяцы здесь всегда было очень много людно. Люди ехали на море. Но сейчас здесь практически никого нет. Российский паспорт для украинских пограничников здесь уже давно как красная тряпка. У фотографа Андрея в соседней Одесской области живут родственники. Попытка съездить в гости на выходные закончилась безрезультатно. Меня попросили машину поставить в стороночку и пройти в комнату досмотра. Выдали мне ксерокопию. Так скажем, постановили это решение о том, что он меня не пускает. Получил отказ, причем формулировка очень странная. На украинском языке здесь написано, не смог внятно объяснить цель приезда. Под запретом на ввоз уже даже многие медикаменты, настойки, капли в нос, в том числе и детские препараты с биологически активными добавками. Две недели назад с Нижнего Новгорода загружали груз, он доехал до границы, машина развернулась, потеря еще в Бланевской дне, перезатомаживались опять по-новому, исключили все эти препараты и машина проехала. То есть нас не пустили. А это одна из местных фабрик по производству колбасных изделий. Раньше продукцию активно поставляли на украинские и российские рынки. В лучшие времена в сутки выпускали до 7 тонн колбасы, сейчас от силы 2,5. На сегодняшний день люди из этих экономических блокад, без исходности, просто уезжают отсюда, уезжают в Россию на заработки, уезжают в границу на заработки. Потому что здесь просто душа, просто работать невозможно. Только за последний месяц поступления в бюджет республики сократились на 45%. К ограничениям со стороны Молдавии здесь уже давно привыкли. Но экономическая блокада Киева ставит регион на грань выживания. Украина делает так, чтобы мы не могли больше сюда ввозить ни под акцизные товары, акцизы, это серьезная доля в бюджетных поступлениях, ни вообще импорт, в том числе сырье, которое нам необходимо для того, чтобы здесь что-то производить. То есть блокада, в общем, представляет собой такое замкнувшееся кольцо. Кроме того, мы заблокированы в плане движения автотранспорта. Платить зарплату людям в полном объеме просто нечем. Предприятия только и считают убытки. Сегодня, как никогда, велик риск нарушить хрупкое равновесие, свожившееся в Приднестровье с 92-го года. Дмитрий Хрусталев, Олег Федоров. Вести. Приднестровье. А вот кадры, которые нас сегодня удивили. Видео из разных регионов мира. Это Америка. Полицейский попросил мужчину показать документы. Тот сел в машину и неожиданно прогремел взрыв. Что взорвалось, пока выясняют. Предположительно, небольшой газовый баллон. Два человека получили сильные ожоги. Сильный ливень обрушился на Перми. Даже по центральным магистралям города трудно было проехать. А улочки и тротуары на окраинах полностью скрылись под водой. А это острова в Тихом океане. Впервые за 30 лет извергается вулкан Волк на Галапагосах. Столб дыма поднимается на 10 километров. Мощные потоки лавы стекают прямо на пляже. Но жилые районы в безопасности. Пентагон расследует инциденция смертельно опасными посылками. Одна из лабораторий военного ведомства США вроде бы случайно отправила активные споры сибирской язвы в Канаду, Южную Корею и Австралию. В итоге пришлось оправдываться. Подробности у Валентина Богданова. Утечкой это уже не назовешь. Бактериологический центр на полигоне Дагвай в штате Юта как прорвало. Посылки со смертельными штаммами сибирской язвы расползаются оттуда по всему миру. Вид у пентагоновских офицеров, которые вынуждены объясняться, может и не болезненный, но точно бледный. Мы не думаем, что произошедшее стало результатом чьих-то намеренных действий. Повторю, мы продолжаем расследование, но на данной стадии абсолютно ничто не указывает на наличие здесь какого-то злого умысла. Все началось в прошлую пятницу, когда из лаборатории в Мэриленде обратно пошло тревожное сообщение. Юта, у нас проблемы. Вскоре штамм начал распространяться как спам с глобальным размахом. Вот сегодняшняя карта получателей смертельно опасных и устойчивых к дезинфекции спор Бацилла Антрацис. 51 лаборатория в 17 штатах в самой Америке, плюс зарубежные страны и континенты. Канада, Южная Корея, долетела американская сибирская язва даже до Австралии. Во всех этих точках посылок из Дагуэ ждали, однако споры для создания полевого теста над программой работают сообща, должны были приходить в неактивном виде. По злой иронии, в одном из случаев Пентагон сам оказался и отправителем, и получателем. Бандероль с заразой от Министерства обороны всплыла в штаб-квартире Министерства обороны. Там, где и собрали журналистов, чтобы как-то успокоить. Хотя бы насчет того, что угрозы для жизни людей нет. Правда, 31 человек до сих пор в карантине. Когда мы говорим об опасности для населения и о том, что могло произойти с теми, кто прикасался к этой коробке во время транспортировки, мы считаем, что риск для них практически равен нулю. Но это, как сказать, сибирская язва из США не только продолжает кочевать по планете. Существует подозрение, что происходит это давно. Но есть в этом скандале и политический аспект. На авиабазу США в Южной Корее посылку со спорами доставил курьер службы Фидекс. Возмутились не только в профсоюзе транспортников. Общественность вновь подняла вопрос о самой базе. 51-е истребительное крыло, которое приземлилось в Асане еще в годы Корейской войны, немало кому надоело. Так теперь от него еще и в буквальном смысле исходит смертельная опасность. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Весть из Нью-Йорка. Юные спортсмены, математики и музыканты получили возможность учиться и отдыхать в Сочи, где заработал образовательный центр «Сириус». Что это такое? В репортаже Александра Руденко. Дружный хор фигуристок из Екатеринбурга слышит, кажется, весь «Сириус». Так теперь называется обновленный образовательный центр. В фиолетовых футболках спортсмены, в оранжевых музыканты, а в белых математики. Так, пожалуйста. Ну, уже говорили, пожалуйста. Смотрите, две фигуры равны, если их можно совместить наложением. Необычные задачи решают юные Лобачевские со всей страны. Победители Олимпиад и математических турниров. Это первая научная смена. До этого сюда приезжали лишь спортсмены. Ну, мы школьники, мы из Москвы, 10 класс. Приехали сюда упорно заниматься математикой. Среди математиков сильный пол явно преобладает. А вот среди творцов картина иная. 11-летняя Настя в Сочи приехала из Ростова-на-Дону. На любимой флейте играет отрывок из классики. Очень сложный. Дыхания еле хватает. Что за произведение сейчас звучало? Что играло? Вивальди, концерт, доминор. О том, что ее будет учить профессор Питерской консерватории имени Римского-Корсакова Настя и мечтать не могла. Преподавательский состав в образовательном центре действительно звездный. Жарес Алферов, Юрий Башмет, Татьяна Тарасова и Александр Якушев. Легенды куда ни взгляни. Это же не простые дети, это же отобранные дети, это же талантливые дети, понимаете. Это действительно наше будущее. Поэтому это очень и приятно, и важно, и серьезно. И власть, и власть. Условия в Сочи созданы идеальные. Олимпийские арены для тренировок, комфортные гостиничные номера, разнообразное и вкусное питание. Солнце, горы. Вот только в море купаться пока нельзя. Вода еще не прогрелась. Каждый год учиться и отдыхать сюда будет приезжать почти 10 тысяч российских школьников. Лучшие из лучших. Те, на кого страна будет равняться в спорте, в творчестве и науке уже через каких-нибудь 15 лет. На этом здании хорошо видно место, где еще недавно большие буквы гласили. Азимут, отель, 4 звезды. Свежая надпись «Сириус» появится в конце июня, когда официально завершится первая смена новообразовательного центра. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий, Светлана Пашкова. Вести, Сочи. Вести следят за событиями в России и за рубежом. Оставайтесь с нами.